Обратиться с проблемой, получить ответы на интересующие вопросы. В Щелковском районе продолжаются встречи руководства муниципалитета с населением. Очередное мероприятие, уже шестое по счету, прошло в сельском поселении Анискинское. Подобное общение с жителями лежит в основе одного из принципов губернатора региона – открытая власть. На вопросы жителей отвечали первый заместитель руководителя администрации района Ирина Иванова и глава поселения Олег Вершинин. Главный критерий оценки деятельности органов власти – это, конечно же, мнение жителей. Поэтому мы сегодня готовы ответить на все ваши вопросы, выслушать ваши пожелания, ваши предложения. Мы готовы к диалогу. В Доме культуры поселка Биокомбината собрались десятки жителей. Многие пришли с совершенно определенной целью – рассказать о проблеме и получить конкретный ответ представителей органов власти. Пожалуй, чаще всего обращения анискинцев касались дорожной и транспортной тем. Так как у нас сдались многоэтажные дома в поселке Анечково и Сверловка, во время развода 4-й роты ДПС и отсутствие патрулей, которые контролируют нарушения на автомобильной дороге, у нас невозможно ни въехать, ни выехать с поселка. Автомобильный коллапс при выезде и въезде с поселка Биокомбинат на федеральную трассу Москва-Черноголовка. Ответ на вопрос последовал незамедлительно. Буквально уже после Нового года, недели три назад, обратились в главу архитектуру о разработке проекта планировки по расширению Унинского шоссе с устройством развязки. Я думаю, что где-то до конца 2017 года эта дорога будет расширена. Еще одна острая транспортная проблема – отсутствие автобусного сообщения с деревни Кармолина. Рейс, который осуществлял автоколонны 1785, был закрыт из-за слишком узкой проезжей части. Дорога почти 2 километра. Расширение ее, безусловно, порядка 7-8 миллионов стоит. Поэтому я предлагал руководству этого предприятия просто-напросто не рейсовый автобус пускать. Лиас, большой автобус, да, ссылаются они на то, что он не проходит, ему тяжело пройти. Пускать газель. Но пока не был услышан. Ирина Иванова заверила, что ситуация с автобусным сообщением будет взята на контроль. Еще один злободневный вопрос, поднятый на встрече – закрытие отделения Сбербанка. Многих жителей обеспокоил слух, что в поселении банк прекратит свою работу. И за необходимыми услугами придется ездить в соседнюю Сверловку, что весьма неудобно. Олег Вершинин заключил – Сбербанк продолжит свою работу. Вчера мне представитель, заместитель руководителя звонил Сбербанка, и меня уведомлено в том, что филиал Сбербанка закрыт на биокомбинате не будет. Также на встрече с населением обсуждались темы благоустройства территории, экологии, развития поселения. Подводя итог мероприятия, Ирина Иванова отметила – общение с населением прошло достаточно эффективно. Я считаю, очень эффективная встреча, очень конструктивная и, с моей точки зрения, очень позитивная. Замечательные наши жители, было задано много вопросов, касающихся благоустройства, дорог, переселения, ну в целом всего-всего. То есть видно, что люди болеют за свое поселение. Нужны такие встречи, чем чаще, тем лучше, потому что вопросы возникают в процессе жизни, и мы не безразличны к своему поселку. Такие встречи очень нужны населению, потому что иногда нет возможности, вот даже по детям, да, лишний раз отойти от детей, приехать, потому что у всех занятость. А на этих встречах выходной день, все-таки как-то выбирается время и задаются эти вопросы, конечно, они очень нужны. Дариса Снегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания, Щелково.